Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые зрители! Я продолжаю свой обзор блошиного, а вернее антикварного рынка на Тишинке. Здесь мы, как правило, встречаемся со своими подругами, и вы видите Галину, которая увлеченно снимает свои любимые фарфоровые статуэтки. Чтобы вы составили свое собственное впечатление об этом рынке, я снимаю его со второго этажа. Этот рынок работает всего 4 раза в год. Сейчас в конце марта, в середине мая, осенью и зимой перед самым Новым годом. Блошиный рынок Музея Москвы, о котором я тоже неоднократно делала фильмы, работает очень редко и нерегулярно. Вот и все рынки в центре Москвы. Правда, есть еще и рынок в Измайлово. Он работает круглый год по выходным. Об Измайловском рынке я уже рассказывала и снимала фильмы. Представьте себе, на многомиллионную Москву это очень-очень мало. Капля в море или даже в океане. Есть еще рынок Московской области на станции Удельной. Но я там не была. Говорят, что его собираются тоже закрывать. А мы с вами продолжаем наблюдать за жизнью Блошиного рынка. И мы можем наблюдать, как дама выбирает себе тарелку. А я у вас прошу прощения за то, что сегодня говорю в нос. Я вчера простудилась, когда ездила в Гжель. Капля-то, когда ездила в Гжель. Я уже получила субтитры. Какой-то более. Кремешечки. В нем все, в ромах. Постой, в цепи, вон, в шесть. Пять яйца. Возьми, ну, а вот. Не надо. Он соблюдается хороший, красивый, но он грекешет. Он грекешет. А вот, а вот, а у меня все. Да, я не знаю. Грекешет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...